Привет, бои и скауты, с вами Кьюбайт. Вчера вечером вышел трейлер Крейвена. Ну, как вышел? Его сначала слили, сначала кадры показывали, потом трейлер слили. И соня такие, наверное, надо выкладывать свой. И выложили 18 плюс трейлер с рейтингом R, где мясо, кровища, жестокость. А еще показали официальный постер, который является большим амажем на комиксного Крейвена. Выглядит, кстати, постер классно. Я трейлер не смотрел. Давайте сделаем это вместе. Если вы задаетесь вопросом, что это красное у меня на голове... Видимо, меня укусил комар, теперь я буду... Человек-комар. Его охота начинается сейчас. Опа. Кстати, кайф. Как этот, бродяга из... Через вселенную звук. Мой сын, никогда не забывай. О-хо-хо-хо. Они спорят. Мы... Мы спорят. Кстати, Рассел Кроу-то... Он... На самом деле, больше похож на комиксного Крейвена. Ну, так, когда он помоложе был. А это, видимо... Дмитрий Смердяков. Ну, здесь, наверное, Кровянов. Лучший отец. Так, ладно. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Наверное. Я отзываю. Я думаю, что ты какой-то хорошее. Мы точно как наш отец. Просто другой человек, храняя на тропе. Можешь. Ты не знаешь, что это было. Ты не сможешь сделать это, чтобы мне больше. но паучки это на последнюю охоту отсылочка такая ну и на паука естественно мурбил 100 абсолютно сцены из морбил сочет один в один моему краевала на хотя бы так я ничего не понял но очень интересно спасибо cool story block за собой так давайте по порядку потому что я я сейчас этот слабо понимаю черче происходит ну во-первых кривен за хантер вот логотип первый ну такой стандартный марвеловский логотипа все неважно sony это снимает или disney суть суть одна трейлер начинается с какой-то нарезки то есть вообще непонятно что и как эти кадры мы видели на съемках со съемок были фотографии где там как раз таки арон тейлор джонсон босиком в рубашке он там бегает по по улицам по машинам тоже скачано вот это мы видим ну то есть у него есть сверхспособности скажем так то есть он быстрее чем обычный человек он сильнее чем обычный человек впрочем как и в комиксах единственное но меня поразила сцена видимо это origin ну кстати подавать сначала это видимо origin будет крэйвена по поводу были какие-то слухи я не знаю в итоге правдивы они неправдивы ну то есть это нужно будет уже смотреть когда фильм выйдет в октябре в кинотеатрах забавно что октябре мы увидим сразу двух крэйвенов это и в человеке пауке 2 в игре от insomnia и вот здесь фильме ну то есть прям наконец-то sony поняли как надо про выстраивать вот эту рекламную кампанию это круто когда и там и там у тебя крэйвен это это рекламирует друг друга ну здорово вот я к тому что рассыл кроу в слухах типа он настоящий крэйван а его сын ну как бы возьмет просто титул потом то есть изначально оригинальный крэйван это рассыл кроу и кстати это было бы реально прикольно потому что во первых у него акцент заметь у него акцент такой я кстати не заметила чтобы у арно тейлора джонсона у его персонажа у крэйвена настоящего по сути был акцент хотя это одна из фишек персонажа но на самом деле она не так важно я понимаю что он рос отдельно от отца и там то есть он как бы откуда у него акцент будет если он там большую часть своей жизни если его там в подростковом возрасте лет 15 наверное здесь ну типа около так его оставили умирать родной отец и он потом просто уже конечно акцент потерял вот прикольно было бы если бы рассыл кроу вот этот он был оригинальным крэйвен потому что ну он чисто сергей кровянов из комиксов вот у него есть какая-то вот это не за визуальная харизма ну и в целом то актер там прекрасный вот особенно ой фильме секреты лос-анджелеса по моему там где он играл копа такого детектива он там показывает такой знаете немного ярость вот я бы хотел бы видеть что-то такое от крэйвена но сейчас еще дальше поговорим про мнение о трейлер я хотел сказать про оригин да вот здесь я не знаю ну то есть по комиксам кстати он немножко так напоминает какого-то такого хамелеона комиксом внешне может я ошибаюсь но это у нас как раз таки молодой крэйвен а это они здесь похоронили мать а это видимо дмитрий смердяков который является на самом деле сводным братом крэйвена он от brother from another mother вот это хамелеон наверное то есть здесь вроде не говорится но были слухи что в фильме появится хамелеон и это видимо он есть брат крэйвена было бы круто если бы его показали тоже уже взрослым в плане со способностями ну то есть хотя бы просто показали как он умеет без каких-либо супер сил там сверху устройств менять личность но вообще конечно было бы круто если это привязать еще к технологии которая была показана в другой войне кажется в первый раз когда наташа там сдирала лицо то есть там технологии гидры щита сопряженные наверное щита пускай будет они позволяли маскироваться под другого человека и вот нам показывают как раз охоту последнюю охоту крэйвена нам показывают как он находится на на льва что с этим львом он на каких-то супер стероидах посмотрите на его ноги руки у куда что что это за лев не но он выглядит мощно у него там лапы такие прям вы знаете как будто он бодибилдера бодибилдер по пауэрлифтер бык лев вот ну лев конечно компьютерные это немного ощущается но ладно тут понятное дело что как бы настоящего льва звать было бы странно вот в этой компьютерной сцене и взрывают просто истерзают это какой-то дикаприум прям молодой кстати очень похож актера на мой вкус вот и его бросает просто его укусает лев отец такой ну ладно видимо он сосла слабину дал а мы уходим прикольно вот эта сцена что происходит здесь кровь льва то есть вообще не знаю это очень странно видимо они подстрелили этого льва по итогу скорее всего ну тут не показывает оценю но скорее всего не подстрелили льва чтобы показать что они лучше чем их сын ну то есть отец например подстрелил льва и ушел и кровь льва попадает ну другой другого объяснения вижу потому что на клыках льва сейчас кровь как раз таки крэйвена и тогда глупо получается его же кровь его не можем врану попадает кровь льва попадает в кровь аарона тейлора джонсон ну крэйвена давайте сергея и он превращается в человека-паука видимо потому что вот эта сцена с днк она в любом супергероевском фильме есть почему-то он обретает сверх силу это возможно еще это знать какой-то такой бройлерный генетически нашпигованный лев потому поэтому он такой этот одна из моих теорий давайте так это лев уже генномодифицированный поэтому он такой накачанный и его кровь поэтому добавляет какой-то силу то есть в комиксах то крэйван пьет там такую не сыворотку а на стойку типа из всяких там шиповников ну и так далее вы поняли там фрукты овощи листья и так далее и было бы круто в кино это сделать в реализм потому что ну существует же всякие у шаманов там у всяких племен различные там всякие узвары зелья типа как айоаска всякое такое которые там имеют гипнотические всякие эффекты еще какие-то и это могло бы быть ну конечно немного надуманное зелье которое добавляет тебе там сверх силу сверх ловкость и так далее и какую-то возможно связь с дикой природой он бы как раз управлял как и в комиксах там зверьми мог бы налаживать какую-то там ментальную с ними связь как это по-моему фильм шива или как ее там называли я помню что в детстве смотрел фильм про какую-то героиню которая умела там албом прикасалась и она могла как-то с животным связаться вот что-то такое можно было бы сделать вот а здесь по сути ему попадает ну что показано в трейлере попадает кровь льва и он такой я теперь тоже лев не тигра лев ну немножко странный такой оригин потом что еще было бы прикольно мне кажется что крэйван это идеальный фильм который можно было бы завлечь во вселенную sony новых зрителей они это видимо тоже понимают потому что они сделали рейтинг р что они не делали не для венома не для венома 2 не для морбилса фильма вампире без ну бескровный ну так конечно там есть кровь но я так вот шучу то есть он без рейтинга эра а крэйвану они почему-то дали где на самом деле можно было избежать рейтинга эры сделать его pg-13 но они видимо такие счет пара что-то морбилс не зашел давайте сделаем попробуем хотя бы экспериментом сделаем вот ну и по трейлеру судя по всему этот фильм будет чуть-чуть серьезнее хотя не факт вот эти глаза не знаю тигрины и львиные наверное скорее львиные глаза очень круто смотрится вот эта сцена мне прям очень нравится вот и так вот я не договорил по поводу крэйвенам было бы круто привлечь новую аудиторию и сделать его максимально приземленным максимально реалистичным с замашками такого аристократа где бы он брал вот эти орудия охотничьи вот типа да такой старый там какой-то нож кинжал из камня старый лук копье что показано в трейлере то есть вот эти все старые какие-то охотничьи штуки не просто знаете как в том же человеке пауке 2 показали где там всякие дроны летают уже высокотехнологичный крэйвена а именно скрэйвен старо брядец такой вот это было бы круто и он бы как железный человек при выну железный человек своим реализмом привлек в кино вселенную marvel вообще первых фанатов наверное но и в целом фанатов каких-то людей отстраненных от кинокомиксов и от комиксов вообще и вот то же самое мог бы сделать крэйвен на мой взгляд на мой вкус вот здесь интересные кадры где он якобы погружается в это этот ассасин такой пошел где он погружается в разум птицы и может смотреть глазами птицы ястреба наверное для кого-то и орла но не суть и вот вот он как раз на браконьеров видимо охотятся потому что они покусились на животных он такой я буду мстить и тема с браконьерами круто работала бы в современном кино потому что ну там есть какие-то вообще жестокие обычные вот типа как на каких-то островах забыл название прямо из головы вылетела сейчас на языке вертится не суть где забивают дельфинов там каждый год ну то есть это выглядит настолько и как каждый год это вижу там со времен школы я такой что происходит как это вообще возможно в 2023 веке ну типа жуть и вот это ну это был бы действительно он злодей ну по отношению к человеку-пауку по идее хотя ну соня очевидно делать его героем он злодей но мы видим в нем какую-то человечность мы видим в нем что-то хорошее доброе это бы привязывало нас к злодею ну хотя не понятно когда-нибудь они все увидятся с человеком пауком пока соберут эту зловещую шестерку стервятник реально будет старым и придется ему высасывать кровь молодых вот ну вот эти все сцены где он плюет ухом а это нос откусывает нос ну выглядит да и прям жестокая брутально хотелось бы именно такой знаете звериной жестокости от крэйвена что показано как раз в этом отрывке где он нос откусывает калипсо тут ее показали по-моему два раза типа в трейлере вот возлюбленная из комиксов где она она причастна к вуду она там умеет всяких там делать всяких зомби ну типа знаете вуду зомби таких в комиксах она делала когда-то нацкую кухню нападала но это где напротив сорви головы вуду вуду племена вуду обряды можно было бы смешать и якобы она как-то помогла ему добыть еще и зелья но по поводу зелья сейчас дальше еще скажу кстати но заметили что мне есть что сказать по поводу трейлер наверное плюс вот вот здесь мне нравится крэйван он действительно каким-то таким выглядит хотя я не сказал бы что он какой-то житель леса вот вот у него видимо наверное львиное охотничье его зрение сцена с копьем мне нравится где он ну это может и какая-то вообще арматуре на суде по всему не копье он бросает тоже что-то напоминает где-то была похожая сцена я точно видел это но ну ладно не не суть он видимо еще и пули руками ловит что он какие-то гильзы здесь выбрасывает я не знаю что это или как как он о это же колокольников до русский актер он и уже в игре престолов был в телохранители киллера был теперь он еще и в кроме ну понятно это это видимо кайтер это русские бандиты которые работают на отца крэйвена на владимира владимир кровянов у которого кстати есть акцент вот он добывает этот добывает эту куртку жилет не знаю короче да вот вот этот классический сейчас глазами льва а это видеть это тот самый 100% это тот самый лев который укусил крэйвена вот поэтому да скорее всего это кровь льва поэтому и падает в рану крэйвена наверное так вот здесь какой-то тоже вот этот браконьер который добывает видимо редких животных убивает и поэтому крэйвен пришел за ним у него есть какой-то список вот здесь кстати выглядит немножко так он слишком пафосно он такой вычеркивает как будто это какая-то типа какой-то дэдпул вот у меня какие-то такие вайбы возникают вот эта сцена любопытная то есть здесь делают носорога что то есть это еще один член жиловейшей шишчерки и есть какая-то сыворотка видите то есть все таки возможно какой-то зелье потом крэйвены выпьет то есть непонятно возможно этот лев дал ему по сути не только не дал ему какую-то может быть силу а он дал ему только сопричастность животными опять же ли этого льва накачали этой сывороткой непонятно чё и как может быть действительно отец крэйвена инвестировал в какую-то сыворотку чтобы прокачивать зверей и этот лев был уже прокачанным и он был как вызов охотнику но его укусил в итоге кровь попала сына и он стал типа получелеком таким вот у нас превращается чувак в носорога то есть это рина любопытно как как он будет выглядеть в фильме но очень-очень это интересно потому что это может быть одновременно быть потому что в итоге может получиться смешно либо может получиться действительно брутально круто но по большей части наверно это смешно человек носорог всегда выглядит смешно но он и должен быть комичным мнение о трейлере на самом деле положительный хоть я его не особо ждал и думал что получится прям я боялся боялся что получится плохо но арон тейлор джонсон классный актер поэтому в нем я не сомневаюсь что там по сюжету посмотрим уже в кино пока трейлер выглядит внушающе и в целом подогрел мой интерес к фильму спасибо что глянули этот ролик до самого конца поддерживайте лайком оставляйте комментарии что выдумать по поводу трейлера ждете ли фильм всем спасибо еще увидимся пока